В Казаладзинскую область на сезонные работы приезжает несколько тысяч трудящихся мигрантов. Многие из них попадают в категорию издимых или становятся жертвами торговли людьми. Продолжение следует... Продолжение следует... К нам обратился мигрант, гражданин Узбекистана. Проблема заключалась в том, что он находился долгое время в трудовой эксплуатации и был пропущен срок регистрации. Мы обратились в управление миграционной службы, сотрудники данной службы оформили протокол и направили дело в суд. Продолжение следует... В 1996 году, по 2000 год, я проживал в городе Актау. В 2000-м меня осудили. На момент осуждения у меня был паспорт СССР. Я был здоров и на двух ногах. На данный момент меня хотят выдворить из Казахстана на одной ноге из паспорта Азербайджана. Правозащитники говорят, что я жертва пыток. Я прошу государства защитить меня. Я хочу жить там, где растет мой сын. Мужеству и желанию жить и работать в полноценной жизни Валере можно позавидовать. Это видим мы, это видели участковые, которые курировали его, это видят сотрудники миграционной службы, давшие ему возможность для защиты своих прав. Мы помогли ему написать жалобу в Верховный суд, а также заявление о пытках в прокуратуру. И будем помогать ему добиться справедливости до самого конца. Мы имеем на руках ответ на наше письмо от следователя Алматинской области, где на перечисленные нами факты эксплуатации, такие как удержание паспорта, ограничение свободы и подневольный труд, подтверждаются. В настоящий момент мы имеем следующую картину. Работодатель так и не был привлечен к административной ответственности, а бенефициары, которым мы оказывали помощь, уже отправленный на родину со штампом в миграционной карте об административном вытворении. Если только возможность обжаловать ее в Верховный суд, в том числе попросить хадатайствовать перед прокурором за пересмотре вступивших в законную силу судебных актов. А данная статья, она альтернативная, она предусматривает и такие виды наказаний, как штраф и административный арест, однако суд как бы принял самое суровое наказание, это выдворение за пределы республики Астан. Иностранец и лицо без горожанства лишен права операционного обжалования данного решения высшестоящей инстанции. Мы предлагаем привести норму кодекса об административных правонарушениях, которые закрепляют, что поставление суда во дворение вступает в законную силу немедленно после оглашения. Соответственно, всеобщая декларация прав человека, а также международным пактом о гражданских и политических правах. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok